В Караганде 70% всех канализационных стоков города текут вместо станции аэрации в речку Букпа. Вторую неделю бригады Караганды-СУ не могут найти место затора в полутораметровой магистральной трубе. Стоки попадают и в Федоровское водохранилище. Это значит, карагандинцы могут остаться без единственного места отдыха. Людмила Батюшкина с подробностями. Дачники первыми заметили подъем уровня зловонной воды в русле реки Букпа. Зимой они редко посещают свои участки, поэтому неизвестно, сколько времени уже продолжается загрязнение. Экоактивист Жумабай Скаков уверен, что природе уже нанесен непоправимый вред. Вторую неделю он бьет тревогу, обращаясь во все инстанции. Перекачивают канализацию из коллектора в канал. Канал сообщается дальше с речкой Букпа. По Букпе бежит к шлюзам Федоровского водохранилища, соединяется с сокуром, сокур соединяется с норой. То есть во время паводков шлюзы по-любому поднимут, это занесется, все вот это, нечистоты занесутся в Федоровское водохранилище. Федоровское водохранилище – единственный водоем в Караганде, где разрешено купаться. И самое страшное в канализационной воде не фекалии, а химические загрязнители, которые убивают все живое, отмечают экологи. Это нитриты, нитраты и СПАВ. СПАВ – это аббревиатура, которая обозначает синтетические поверхностно-активные вещества, или, проще говоря, это моющие средства, которые использует население. Я предполагаю, что эта аварийная ситуация скажется и в дальнейшем, во время паводков и летом. В предприятии «Услугодатель» должно было иметь план ликвидации такой аварийной ситуации, но его попросту нет, считают экологи, так как причину до сих пор не устранили. Протяженность канализационного коллектора – 16 километров. При обследовании смотровых колодцев по всей протяженности коллектора излив сточных вод не обнаружен. Причины конкретной места заторов можно установить, лишь временно опорожнив участок коллектора и обследовав состояние труб изнутри. В настоящее время только Карагандесу выполняют подготовительные работы. Сейчас в компании Карагандесу строят обводной канал, чтобы осушить трубу. А пока просто перекачивают стоки по закрытому бетонными плитами и давно неиспользуемому каналу в русло реки. Департамент экологии взял пробы воды на анализ и открыл проверку. То же делают санэпидемиологи. Пока ни те, ни другие не готовы сказать, чем обернется эта экологическая катастрофа. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Каждый вечер мы рассказываем обо всем, что по-настоящему важно. Самые честные новости, аналитика и мнения. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и будете знать, что происходит в стране и в мире. Продолжение следует...